друзья всем привет сегодня у нас с вами 10 часть обзора моей коллекции было стало ну вот сейчас опять достала следующий ящик который стоял вот там ведь сколько земли под ним насыпалась потому что растение без поддона и все это ссыпается на полку вот все вынула сейчас из этого ящика и начну вам рассказ вот там у меня стоят такие наименее яркие растения не цветные это так сказать но все равно тем не менее очень-очень прикольные очень интересные мы не могу их все поставить вот под нос себе чтобы любоваться ну приступим так вот это первый горшок красула нуди каулис здесь две красу в этом горшке красула нуди каулис и красула пиктура то точечная сейчас поставлю поближе чтобы он не трусился и постараюсь снять но это типа такой вот садик из двух видов растений из двух видов видов красу красула нуди каулис она при ярких какая муха села зеленая ужас сейчас надо задвинуть шторку то все эти мухи сейчас будут у меня в квартире так ну что можно сказать об этой красу ли она невысокая растет она пустится как и все красулы ну вот в этом году у меня наверное феврале и и постиг такой растительно страшный казус виде какой-то бактериальной инфекции вот то растение про которое я рассказывал манру оранжа но пришло ко мне заразное и она у меня заразило потом многие многие красула и которые стояли на верхней полке возможно еще это спровоцировалось с тем что было не открыто окно то есть даже зимой нужно проветривать я уезжала на 10 дней и растения политы и отопление кто-то центральный это это все добавил распространение этой инфекции бактериальных и у меня поразились все красу то есть все красу которые стояли на этой поле полки адромискусы ну в общем все растения которые были на этой полке они кроме хеверия гера они все покрылись черным таким налетом черными пятнами по листьям и я это с трудом смогла остановить начала проветривание начинала лила всю коллекцию перекисью водорода потом пролила по моему каким-то фунгицидом ну и в общем остановить остановила но те листья естественно которые уже были повреждены они и остались такими страшными то есть они со временем постепенно отваливаются вот стволики у нее удлинились те листья которые были здесь вот тут вот видно вот они отвалились из пазух листьев уже вот наметились другие побеги но от листья те утратились со временем потому что они засохли вот некоторые из них еще остались но я их не отрываю потому что они еще живые смотреть тут мне на их красоту некому я и так знаю что она красивая даже с этими листьями страшными не пусть они пока висят такая мимишная красука на при перепадах температур и на ярком солнце когда под лампами у нее вот эта кайма становится наиболее выраженная и красноты на этих листиках больше но сейчас вот как вы видите она желтая и и выжигает солнце на солнце она желтеет на палящем солнце на не сохнет она просто меняет свой цвет обесцвечивается рядом у нее красула рядом тут вот стоит как же перевернуть чтобы было видно вот она красула это пиктура то точечная ну и если приглядеться это низкорослая почвопокровная красула у нее на листиках образованы такие точечки при перепадах температур она тоже самое будет тыльная сторона листа красная и точки эти будут более выраженные сейчас она видимо была повернута у меня просто от солнца совершенно и она не видела ни солнца не не пол солнца и поэтому она позеленела вот чем плохие садики с тем что одна сторона мы вообще когда за растение стоят однобоко повернуты солнцу к лампам то естественно окрашивается больше та сторона которая расположена к источнику света это красула нуди каулис и сбоку красула пиктуратоточечная пиктуратоточечная она большой не будет это вот максимальный размер ее розетки розетка растет не вверх а вширь просто вот эти розочки потом со временем становится больше она разрастается вширь не в высоту вот видно вот эта розетка вот такая двухголовая получается очень хороша такая краса для декорирования каких-то садиков при сочетании с более высокими растениями если каждое растение рассматривать они конечно каждые по-своему очень интересные у каждого своя структура листика вот у пиктуратоточечные у нее листики гладкие на листиках точечки ничего не вижу что снимаю солнце слепит ужасно обещали у нас дожди но дождей нет сегодня температура у нас написано 25 на самом деле на 35 очень сегодня жарко вот на листиках красула точечные такие зазубринки не знаю будет видно или нет я сейчас вижу в камеру какие-то просто силуэты черные силуэты что там я снимаю есть резкость нет резкости даже ничего не могу вам сказать в общем такие зазубринки если зазубринки не увидите то верьте мне на слово интересные листики ну все это был первый горшок с красовыми следующим номером этого горшка и хиверия фрэта из вот она наклонилась в сторону света очень такая тягучка и очень легко она поворачивается видите как наклонилась ну где-то недели полторы она стояла повернута в одну сторону и вот что сейчас не стало сегодня я его так переверну и она за два дня за три опять и вытянется нормальное положение примет цвета у этой хиверии всегда разные каждый день вот чем она мне нравится она постоянно меняется цветовые оттенки она может быть и желтых может быть и сиреневый может быть и какой-то пятнистый и фиолетовый и розовый и оранжевый и всякие всякие цвета то есть она как хамелеон такой у нее не очень мощный налет но все-таки он присутствует и придает тоже растению своеобразный шаром такую нежность листочком вот она у меня тоже сейчас растет на стволике пока не буду ее обрезать пусть она растет так как растет меня вот устраивает как я говорила такой вид на ножки пусть но когда эта нога конечно в два раза увеличится придется ей отрубить голову потому что и вид уже будет не тот и если поставить ее на полку вот еще если такая нога и скоро на в полку упрется то есть вот еще подрастет нога и листья уже будут упираться в лампу поэтому вот только из-за этого можно сказать я им буду обрубать эти все ноги ну вот уличное содержание всякие там сушеные комары всякие крылья всякие растения вон он комар это вот тоже какая-то нога каков-то животного вся на в паутине ну и все равно она так неплохо выглядит она осенью очень красивая такого невероятно классного оттенка прям бомба такая бомба бомба сейчас вот как я говорила уже она была весной красивая и по осени на очень красивая но и под лампами она неплохая а сейчас вот солнце выедает из них окрас пигментацию и они становятся похожи по оттенку друг на друга все это седом штале и здесь еще какой-то очеренок я по моему феврале что ли порнула сюда на просто жалко было выбросить и вот этот черенок оброс макушками сейчас раскустился вот стал такой пристроился себе и растет в горшке там еще вон как раз горбтоверия гилва затесалась вон рыженькая торчит одна в гордом одиночестве мимикрирует под седом шталь цветом седом штале ну что про него сказать вот на ярком солнце под лампами при особенно при перепадах температур он прям бордово-вишневый такой вот эти зеленоватые головы говорят о том что его недавно поливали вот тургор листьев у него еще хороший но то что голова у него зеленая это говорит о том что в почве еще достаточно влаги растет себе и растет такой вот листья него нежненькие бархатистые очень хрупкий седом то есть вот возьмете его в руки и подержите и уже пять бусинок уже будет у вас в руках поэтому неприкосновенную такой недотрога касаться его не нужно лишний раз разрастается у сначала растет столбиками потом начинает наклоняться на побегах образуется ответвление и вот его можно ставить где-то там на конце полки чтобы развитие побегов было не ограждено ничем чтобы лишний раз не сшибать эти бусинки вот видите вот тут нет бусинки и вот тут нет бусинки там уже длинный поэтому он мешался видимо другим растением зацепился и все ну там где бусинки исчезают начинает расти голова то есть это такой неубиваемый седом но с другой стороны очень и очень интересный очень миленький цветной цветной яркий в этом горшке росли дети сейчас его нужно полить я смотрю здесь все вообще скрючилась тут земля уже такая как пыль уже сухая при сухая горшок огненный вот здесь остались два сеянца дела спермы купера и они уже даже и даже листья них уже просто вот мотаются от того что в них нет влаги не не могут распрямиться нужно срочно их полить видите вот они прям падают бух-бух все он прям максимально безвожен и здесь еще осталось две деточки которые нужно срочно спасать поливом две деточки адрамискус и клавифолиус а здесь адрамискус по моему детка антидуркатум ну и все это короче у меня горшок просто здесь были дети вот сейчас я думаю он когда-нибудь освободится и он просто уберется с этого ящика этот горшок в другие детские сады у меня нет просто в детских садах место чтобы их подсадить туда чтобы горшок этот не занимал место в ящике это мимимишная красула эрности растет таким компактным пышным низкорослым кустиком листики у нее опушеные все-все-все опушеные такое она прямо прикольная окрас у нее то же самое сейчас солнце съела когда будет осень при перепадах температур листики будут коричневые как каков даже сиреневатого оттенка тогда очень красивый вот сейчас она опять вся зацветает некоторых раз у меня еще зацветают вот у нее цветоносы вот уже маханьки цветочек распускается беленький они еще подрастут и вот это большое количество цветоносов вот здесь образует такую шапку и как кружева очень интересный вид у нее получается ну вот поближе сейчас сниму постараюсь барсинки не знаю будут видны или не будут такая краска это красула авата sunset вот этот экземпляр продается листья у нее при перепаде температур и на ярком солнечном освещении будут желтые с красной каймой по краям вот видно уже желтеть начали нарядная очень красула это древовидная красула растет достаточно быстро вот это уже мини деревце дало 4 ответвления вот три головы наверху один боковой его можно срезать будет чтобы потом сформировать вот эту крону эти листики подожгло солнце но это ничего страшного если вот сейчас я не просто этого не делаю опять по причине того что нет места сейчас если вот эти два листа удалить обожженные то здесь из боковых пазух полезут еще одним еще побеги ну то есть они будут уже в сторону вот так расположены и куст станет пышней ну чтобы он пышнее не был чтобы вот держать его рост пустите листья пока обожженные будут на растении красула вообще многие такие древовидные они со временем сбрасывают свою листву и то что вот они обожжены это ни о чем не говорит они все равно рано или поздно с моментом роста вот этого ствола они все равно рано или поздно опадут ну такая кроссовка уже такой у нее хороший ствол наверное в диаметре где-то сантиметра может быть два с половиной может быть даже к трем вот у основания взяло свой рост и растет себе и растет и все с ним хорошо это детский сад из адрамискус альвеолятус солнце здесь вот его конечно подожгло когда я начала выставлять растение ну дальше этот адрамискус хорошо обильно растет хорошо деткуется из листиков у него хорошо появляются детки вот эти вот темные листочки это то о чем я говорила это бактериалка которая постигла растение мои на верхней полке в феврале но после этого уже у него макушечка подросла драмискус жил желеб желобчатый по-другому вот желобки у него такие на окончании листиков желобки и также со временем бородатый ствол точно так же как у адрамискуса кристатус у адрамискуса клавифолиус вот эти воздушные корни засыхающие они образуют такую вот бородатую массу на стволе это адрамискус клавифолиус ну что про это растение можно сказать конечно она очень нарядная очень симпатичная ствол у него бородатый вот я отсюда продала один большой побег вот и он конечно стал такой однобокий так он был пушистенький вот этот тот побег был больше вот этого вот эти волосяночки такие прикольные очень мне это нравится адрамискус красиво окрашивается красиво растет его на корейских сайтах называют индийская бедность вот в переводе этот адрамискус наказка переводе с корейского там написано индийская бедность не знаю чем уж он такой бедный почему он индийский почему именно в такое название ему там дано перевод вернее не название вот я когда вынимала сегодня растение я посмотрела что вот этот адрамискус в нескольких местах листья листья поедены каким-то насекомым по всей возможности вот той саранчой которую я поймала и которую сожрала у меня белка вот видите вот один лист вот еще два вот еще кончик короче прямо погрызли конкретно это растение вот все думштали я замечала что любят грызть тоже вот эти насекомые эхиверии почему-то не трогают хотя вот в эхивериях знаете лечебный сок присутствует эхивериями лечатся делают настой из них также как алоэ ну вот адрамискусы видимо вот самые сладкие поэтому на них прям в первую очередь кидаются какие-то гады ну вот такой вот адрамискусик такой вот прикольный гладенький листики все в одну сторону будет он еще ярче солнышко он любит окрашивается он на солнце окрашивается он под лампами на солнце он не выцветает в отличие вот от того адрамискуса на солнце он приобретает яркий окрас причем вот так раз у него такой пятнистый шапочка у него красный и дальше эта краснота как бы пятнами распространяется ниже ниже по листу если освещение максимальное такое насыщенный свет постоянно то листики вообще будут все вот такие малиновые бордовые замечательно я считаю экземпляры замечательное растение следующее растение это каланхо и морге очень мне нравится потому что у него знаете вот именно такой вот корейский вид у него него галяются стволики постепенно ну галяются почему потому что он берет влагу запас влаги берет для макушек из нижних листьев точно так же как у ионимов это происходит очень быстро и он отсушивать многие листья и со временем он приобретает вот такой красивый вид такие компактные макушечки на концах побегов и общей массы смотрится но невозможно мимишно вот смотрите ну не знаю мне он очень нравится очень очень вот отломился побег и на нем вот еще пока живая почка ну не знаю сейчас пусть она пока так посидит я думаю надо сама воздушный корешок очень хорошо принимается это растение очень интересно растет окрашивается медальки такие с одной стороны чудные с другой стороны прям такие с налетом каланхоя окантовочка красная ну вообще я не знаю мне он очень нравится один из моих любимых каланхоя даже люблю его больше чем пушистиков побег если от раз отрос большой вы его отрезаете просто пыряете в землю даже и можно полить и он у вас не сгниет и даст быстро корень и хорошо примется вот он и неприхотливых и симпатичных и вот он берет своей простотой и красотой простотой в уходе вот новичкам он прям вообще будет как находка но опять же смотрите я за ним не особо слежу потому что этот там ящик на задворках я там когда-то там полью может быть наклонюсь может быть в редких случаях вытащу ящик если растению срочно нужно перевернуть если они в одну сторону потянулись а так я за ним не смотрю и не слежу за его внешним видом вообще сейчас конечно желательно вот эти побеги все отрезать на одном уровне и укоренить рядом они тут же примутся и уже будет он более компактный более такой пушистый дальше вот эти побеги на месте среза дадут опять деток у вас ответвление но в общем все будет одной одного размера то есть многоуровневый он будет многоуровневый вот первый ряд пониже потом где срезы будут начнут раздваиваться макушки это уже будет второй верхний ярус но я за этим не смотрю и поэтому вот он у меня такой разлатый поэтому у меня такой можно сказать не компактный но если в хороших руках то у меня широкие не очень хорошие ленивые порой и вот хороших руках конечно он будет совершенно другого вида но я думаю он у меня сейчас неплохо выглядит это его как бы естественный рост вот то как он растет если с ним ничего не делать ну замечательный прям прям больше у меня слов нет очень симпатичный очень мимимишный смотрите какие розочки прям розочки на концах на солнце при максимальном освещении они вот сворачиваются такие вот напоминают даже хиверию лавли роуз формой хиверия когда растет из детки прежде чем развернуть им максимально свой бутон она вот получается тоже вот приблизительно так растет так расположены у нее листья ну классный люблю его так ну и осталось у нас на закуску хиверия том том то же самое как вот со всеми другими красовыми хиверия красовую том 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 то же самое как со всеми другими красовыми на полке с ней случилась неприятность виде какого-то грибка какого-то вируса и все листья у нее почернели все буквально остались только вот махоньки макушечки потом эти листья многие отсохли многие я сама оборвала потому что уж больно страшный был вид вот остались вот такие голые стволики Вот смотрите, часть черных листьев еще сохранилась. Можно посмотреть. Вот такая она была, можно сказать, вся. Вот она обросла с того времени. Какие-то побеги я срезала, укоренила, чтобы она была попышней. И вот сейчас она такая. То же самое, начала зацветать. Что-то с ними в этом году прям произошло непонятное. Обычно они к осени зацветают. А это вот сейчас решили. Лето чудное, растения себя ведут по-чудному. Поэтому вообще она бывает намного ярче. Вот эти вот красные у нее макушки, они бывают очень сильно окрашены. Она бывает практически вся красная. И за счет того, что окантовка на всех листиках бывает очень яркой. И общее впечатление кажется, что она красная. Но вот в этом году она у меня что-то не очень красная. Может быть я ее поливаю, потому что боюсь засушить. Я ее очень люблю и поэтому трясусь. Видимо она вот поэтому зацвела, что ей влаги достаточно. Вот тут еще к ней пристроилась рядышком вот череночек. Это красула не олеана, красула нильская. Это паникающая красула. Листочки у них похожи. Точно так же с красной окантовкой. Но в отличие от том-тум, который растет столбиками, который растет кустиком, это полегающая красула. И она отрастает небольшой. И потом вот так вот падает с горшка. Вот. Не знаю, не могу приблизить. Ну, такая вот красула. Нильская. Очень они схожи между собой. Но вообще они так же растут, вот как перфората, красула нильская, том-тумбы. Они все растут. Листики попарно у них чередуются. Два в одну сторону, два в другую. Ну, вот у этой побольше промежутки получаются. Ну, вот такая красовочка. Сейчас возьму горшок, покажу общий вид. Вот так, вид издали. Ну, достаточно пышный куст получился, вырос. Но этому кусту уже, наверное, года три. Да, года три точно ему. Ну, вот высота горшка 9 сантиметров. И высота растения, наверное, сантиметров 12. Может быть, 13, не больше. Очень мимишная, очень. Я ее обожаю. Да, забыла еще вот этот ужас, который стоит в том горшке. Вот этот ужас Адромискус тригонус, он у меня рос очень хорошо. Он был мощный, он был сильный. Куст разросся. И вот после того вируса, который вот случился со всеми красовыми, о котором я только что говорила, вот после него листья все у него пообвалились. Он как бы, знаете, как бы сварился. Листья потом эти чернели отсыхали. Вот, видно, сейчас достану какой-то тут сухой лист. Ну, вот такого вот плана получались все листья. Высыхали, чернели. Я его точно так же, как и все, обрабатывала. Потом пересадила его. Его все равно вот чернота. Но это, наверное, солнечный ожог все-таки, я думаю. И вот, видите, все листики побвалились. Остались махонькие-махонькие макушечки. Но из листа он, конечно, хорошо принимается. Но это пройдет опять очень много времени, пока этот лист вырастет в детку. Вот детка сидит. Вот этой детке, наверное, уже полгода. Поэтому таким, какой он был, он, наверное, если ничего с ним худшего не случится, то он будет возобновить свой вид. И придет он к этому виду только года через два. Ну, потому что, действительно, тут большие потери. Большие. Ну, ничего не могу сделать. Вот случилось такое случилось. Жалко, конечно. Ну, чтобы душа порадовалась, можно купить себе взрослое растение и любоваться на него. Ну, я все-таки думаю, что мы с ним выкарабкаемся. Я вот его, наверное, может быть, недели три назад, может быть, месяц назад пересадила в горшок поменьше, в другую землю. Ну, вот, наверное, уже в этой земле он дал, он принялся, дал вон ту мах-махонькую головочку, две детки. Ну, все-таки, вот, надеюсь, что я его сохраню. Так он, конечно, очень красивый. Но сейчас вот на это безобразно раскиданное количество листьев, поэтому ничего не скажешь. Печалька. Бывают, конечно, и неудачи. Бывают не без этого. Ну, что делать? У меня не все так гладко, друзья, как вы думаете, многие, что у меня тут прям такие идеальные растения, что им так прям тут все супер замечательно. Нет, конечно, у меня бывают тоже и потери, бывают тоже неудачи. И жалко порой бывает. Бывает не очень жалко. Бывает прям чуть ли не до слез жалко. Ну, до слез, конечно, я утрирую. Ну, плакать-то я не буду, естественно, если там умрет какое-то растение, даже дорогое. Нет, это я уже как бы прошла этот этап. Но это было в далеком детстве, когда мне было жалко всех и вся. Сейчас мне даже вот не жалко рыбу, которую я ловлю. Ну, не знаю, не жалко мне ее. Жалко, конечно, но все равно это, знаете, своеобразный азарт. Девушка мне как-то написала под видео, где-то, где-то там у меня щука. Вы там живодерка, вы на нее так смотрите. Ну, блин, мы ж мясо едим, мы едим кур, мы едим говядину, свинину. Это просто мы не видим, как это происходит, убой. Ну, вот ловлю я рыбу, да, люблю я этим делом заниматься, люблю. А лягушонка какому-то мне жалко. Вот головастика, вчера была на рыбалке, тину вытаскивала и вместе с тиной вытащила головастика. Ну, холосонький такой, скользенький, лупатенький. Я его даже поцеловала и выпустила. Ну, вот такая у меня любовь своеобразная. Ну, а рыбу я ловлю, потому что либо я сама поймаю, либо я куплю у того же рыбака. Люблю я жареную рыбу речную. Ну, что, вот такая я. Ладно, отступление. Вот, ну, вот такой вот. И знаете, вот еще про эту драмиску, что хочу сказать. У него листики, даже те, которые держатся, вот так они держатся, что вот чуть тронь его, и он отвалится. То есть вот что-то с ним такое ужасное произошло, что не может ему дать силу и не может дать вот такое хорошее укоренение. Ну, все, друзья, вот ящик заполнился. Обратно я все поставила. Сейчас еще осталось поставить вот эту драмиску. Там у него есть местечко. Ну, и все. И вот это был следующий ящик. Это была у нас, по-моему, десятая часть. Впереди с вами у нас еще вот тот ящик. Но тот большой. Там больше растений, намного. Не знаю, влезет это все в одну часть или нет. Ну, если что, тут еще вот эти крайние захвачу потом в другую часть. И там у нас еще с вами вот рассказ о следующих растениях. Это вот тряпки лежат, которые растения приучаю к солнцу. Вот это приучаю. Смотрите, вот та шавиана, про которую я рассказывала. С каждым днем у нее все сильнее и сильнее. Вот тут даже камушек, который я вам показывала в предыдущем видео, я его не сбрасывала. Вот листья уже на глазах становятся более кучерявые, более розоватые. Красивое очень растение будет. Очень миленькое. Сейчас эта головка еще месяц, и она будет вообще неузнаваемая. Замечательная. Здесь вот то же самое. Она под притянкой. Вон она. Тоже кучерявица. Вот. Просто на все растения я ткань не накидываю, потому что все растения, они этого не требуют. Они уже приучены к солнцу. А вот те, которые корейцы я притеняю, которые вот тут у меня в горшочке, тем более я их недавно пересадила, там вот красу вот так потемнели. Смотрите, такие яркие красные стали, варегатные. Вот. Вот эта хиверия прям меня очень радует. На глазах растет. На глазах у нее меняется цвет. Вот сейчас все-таки дотянусь, наверное, покажу вам цвет, пока солнце светит. Солнце-то светит, а я ничего не вижу. Ну вот смотрите, какая красота. Она просто попала в кадр. Надеюсь, что резкость есть. Прямо балденная. Ну все, друзья. Это была у нас с вами 10-я часть. Впереди 11-я. Всем здоровья, добра, улыбок и радости. Всем пока-пока.